ПРАВИЛЬНЫЙ ФОКУС Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 17 по 26 стих. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Размышления, часть первая Фокус на других Первое послание к коринфянам, 11 глава, 17 по 22 стих В послании к коринфской церкви Павел довольно резко выражается, когда пишет, что их собрания приносят больше вреда, чем пользы. Коринфяне собирались вместе, чтобы принять вечую Господню, то есть физическую пищу для укрепления духовного единства Христом и друг с другом. Однако они превратили эту возможность укрепиться в единстве в разделение, когда один человек ел сверх меры, а другой оставался в пренебрежении и уходил голодным. В наши дни церковь тоже страдает от разделений, которые кроются в созданных человеком иерархиях и социальных группах. У кор Павла это хорошее напоминание перестать мыслить эгоистично и сделать все, чтобы ни один член церкви никогда не чувствовал себя изолированным и покинутым. Что вы можете сделать, чтобы позаботиться о членах церкви, оказавшихся в пренебрежении? Как вы можете лучше проявить им любовь и послужить им? Размышления, часть 2. Фокус на Иисусе. Первое послание к коринфянам, 11 глава, с 23 по 26 стих. Христиане в Коринфе, казалось, потеряли из виду предназначение вечери Господней. Поэтому Павел напоминает им слова Иисуса, когда он впервые сотворил это таинство со своими учениками. Хлеб символизирует его тело, ломимое на кресте за нас, чаша с вином, символизирует новый завет в его крови, через который мы все были спасены от грехов. Мы участвуем в вечере Господней все вместе, как его церковь, воспоминая жертву Христа, принесенную им за нас. Это напоминает нам, как отчаянно мы нуждаемся в нем. Поэтому этим мы провозглашаем, что через его смерть нам была дана новая жизнь. Принимать причастие из каких-либо других соображений, кроме этих, значит бесчестить его имя. Поэтому Павел призывает коринфян вновь сосредоточить свои сердца на Спасителе. Вы когда-нибудь принимали святое причастие, думая о чем угодно, кроме Иисуса? Как участие в вечере Господней напоминает вам о том, что вы нуждаетесь во Христе? Молитва Дорогой Иисус, Ты достоин всей хвалы, Ты все, в чем я нуждаюсь. Пожалуйста, помоги мне почитать Тебя и разумом, и телом. Прости, что мое сердце часто отвлекается от Тебя. И защити меня от этого. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Продолжение следует...